Мы открываем сегодня презентацию в рамках нашей выставки «Литературные войны». Но я хочу сказать, что в этой книге есть вредные вещи для меня, например, и на кого они отчасти помогали, я когда ее читала уже заранее, есть редкие вещи, связанные с тем, что Андрей Платонов здесь находится в неком контексте, это для нас очень важно, потому что мы, все время, многие годы занимаемся отдельными замечательными писателями, но очень, к сожалению, мало знаем контекст этого времени, и здесь существует как раз история и взаимоотношений Платонова и с Перняком, и даже с Павленком, удивительная история вот этих всех связей, которые и через них связь с Воронским, и группы «Перевал». Много того, что мне удалось, мне кажется, найти в архивы, но есть очень целое. Я хочу сказать, что эта книга сопровождается большим количеством иллюстраций, поэтому, собственно, я, чтобы как-то было повеселее это все воспринимать, я буду комментировать те многочисленные иллюстрации, которые есть в моей книге, и у меня подготовлена презентация, но сколько мы успеем, я не думаю, что тут долго, но если это будет, потому что будет желание, можно будет почитать книгу. Я хочу сказать о том, что над этой книгой я, ну, просто вот упорно работала три года, когда работа над этой книгой была главным, собственно, моим занятием основным, потому что я ушла с педагогической своей деятельности, которая занималась почти 40 лет, потому что поняла, что совмещать с ней какую-либо научно-творческую работу не получается, а хотелось эту работу завершить, потому что материалы я, конечно, собирала долго. Ну, я хочу сказать о том, что, конечно, главный герой этой книги – это не только Платонов, вот здесь Наталья Александровна сказала о том, что здесь большой литературный контекст, ну, и, собственно, я просто коротко скажу, как устроена эта книга, хотя некоторые уже прочитали и, собственно, знают об этом, но, тем не менее, я хочу сказать, что книга состоит из пяти глав, но в первой главе, собственно, смешаны, можно сказать, три главы, в одну включены, и в каждой главе у меня идет анализ литературной жизни, ну, собственно, литературной жизни, не московской литературной жизни, и во второй части каждой главы речь идет о поэтике произведений Платонова и перекличках с произведениями тех писателей, о которых говорится в каждой главе. Поэтому в первой главе я в кронологическом порядке рассказываю о событиях литературной жизни, литературной жизни Москвы, в которых Платонова участвовал, начиная с того события, ну, я не знаю точно, был ли это первый приезд, но я думаю, что это был первый приезд Платонова в Москву, это был октябрь 1920 года, когда он участвовал во Всероссийском взгейте пролетарских писателей. Вот, начиная с этого события, которое я рассматриваю в литературном контексте, потому что оно, событие это было не такое простое, как казалось на первый взгляд, и в нем была заключена для Платонова и определенная тайна, и определенная драма, ну, вот об этом я тоже говорю, какое отношение к этому у меня Брюсов, ну, вот я думаю, что мы уже первую, первую иллюстрацию можем начать, или мы... Вот это первая страница презентации. Да, а мы, я бы хотела, чтобы первую... Иллюстрации? Иллюстрации, да, первую, потому что там по порядку. Нет, я тут просто буду видеть отсюда, потому что ночи не смотрят в публике. Может быть, вам чуть-чуть туда... Нет, да, я буду видеть, я вас как раз говорю. Да. Ну, вот первая иллюстрация, она, собственно, и связана с отношением Платонова с пролеткультом, и в пролеткульте был писатель, поэт, один из самых популярных пролеткультовских... Да, проходите, Иллюна Геннадьевна, наши ребята, а вот тут вот есть Иллюан Геннадьевна. У меня как-то там стольчик, локум, и же можно покусить локум. А вот, так, нашли. Да. Все. Рада вас видеть. Да. Вот Алексей Гастик, Алексей Капитонович Гастик. И Алексей Капитонович Гастик, он создал институт труда, он очень увлекался научной организацией труда. И первая иллюстрация у меня в книге, вот, из этого института труда, и фоторепортаж об этом институте труда печатался в журнале «Прожектор», главным редактором которого был Александр Константинович Ларуцкий. И, ну вот, в журнале этих фотографий из института труда несколько, я взяла только одну. Ну, и у Платонова была статья, прямо вот непосредственно связанная с идеями Гастикова «Нормализованный работник», где он писал, ну, собственно, идея была его такая, что каким образом человек может быть приспособлен к той профессии, к тому виду труда, которым он занимается. Идеи были такие у Гастикова. Ну, хочу сказать, что влияние Гастикова на творчество Платонова было очень глубокое, сильное, потому что я давно уже обнаружила, что одно из стихотворений «Гастикова башня» было буквально конспектом Платоновского котлована. И Платонов явно ориентировался на творчество Гастиковой, отталкивался от него. И даже роман «Счастливая Москва», когда Платонов писал, он говорил, что ему нужно вернуться в свою молодость, а в молодость он возвращался, возвращаясь к идее Алексея Гастикова. Давайте, следующий. Да. Вот как раз, когда Платонов впервые приехал в Москву в 2020 году, он познакомился... Да, Марина. Марина. Он познакомился... Вот здесь как раз у меня на фотографии. Обратович, Казин, Санников. Вместе с Есениным Казин и Санников. Да, вот. И... Нет, здесь что ли? Да. Тут есть еще стулья. Проходи. Да. Вот. Поэтому здесь приведены фотографии. И нужно сказать, что Платонов в 2020 году, в 2021 году переписывался с ними, особенно с Санниковым. И нужно сказать, что особенность Платонова в том, что свои человеческие творческие связи, которые, можно сказать, устанавливал, они у него сохранялись на многие годы. Потому что в 2004 году Санников был руководителем бригады писателей, с которой Платонов ездил в Тухмению, когда он написал свой рассказ «Доктор». Давайте. Ну и вот здесь внизу у Платонов в «Крестьянской газете» фотография. Ну и вот Сергей Абратович тоже. Многие связи у Платонова были с Сергеем Абратовичем, который входил как раз в эту литературную группу «Кузнеца». Да, вот это обложка журнала «Красная нива», в которой в 2024 году был опубликован рассказ Платонова «Учила». Правда, или «Учила»? Я говорю «Учила». Это был рассказ, публикацию которого Платонов выиграл в конкурсе. И нужно сказать, что, ну такое совпадение, я заметила, что одним из членов жюри был как раз Сергей Абратович. То есть я думаю, что не случайно он на этот конкурс попал, а не случайно он его выиграл. И интересно, что дальше, давайте, там как раз публикация рассказ «Учила». Не случайно, я думаю, что вот как раз в том же номере, где печатался рассказ «Учила», был фоторепортаж о похоронах Брюсова. Вот так совпал этот 43-й номер за 2024 год журнала «Красная нива». Ну вот, с Рыбковым Платонов был связан в 2024 году, потому что в 2024 году, в августе, Платонов становится губернским миллиоратором. Он участвует в общественных миллиоративных работах. Эти общественные миллиоративные работы были организованы в августе губернии, как форма помощи голодающим. То есть помогали голодающим за то, что они участвовали в этих общественных миллиоративных работах. И как раз когда Платонов был губернским миллиоратором, он даже, ну, его сообщения о том, как проходит борьба с голодом, какие сооружения по программе вот этой миллиорации, какие сооружения возникают, вот эти все его, какому количеству голодающих оказана помощь, сколько голодающих участвовало в работах, все эти секретные сообщения попадали к председателю комиссии по борьбе с голодом, которым был как раз Рыбков. И в Российском государственном архиве экономики как раз сохранились документы, секретные сообщения Платонова, направляемые Рыбкову по борьбе, сначала это была комиссия против голода, а потом она стала называться комиссией по борьбе с последствиями голода после ГУ, потому что всяческие, конечно, старались смягчить сведения о том, что в стране голода. Дальше. Ну вот я нашла в журнале, который издавал Ларонский, в журнале «Прожектор» фоторепортаж о сельскохозяйственной выставке, которая проходила в 2023 году в Москве, в конце августа, в начале сентября, как раз на эту выставку Платонов, как сотрудник губернского отдела мелиорации, он приехал. И как раз в это время, когда он приехал на эту выставку, он и первый раз встретился с Воронским, пришел к нему в редакцию журнала «Красная ночь». Там же, в этой же квартире, где размещалась редакция журнала, находилось и издательство «Круг». Это были две комнаты в одном квартире. И здесь вот как раз на этой выставке выступал на трибуне как раз Рыков. И Платонов, приехав на эту выставку, он, ну я не знаю, напрямую ли он контактировал, но он как-то вошел в какую-то среду, в которой он будет через год работать. Да, добрый день. Да, через год начнет работать. Это были сотрудники наркомата земледелия. Потому что то, что касалось устройства этой выставки, ее оформления, как раз этим всем занимались сотрудники наркомата земледелия. И руководители, был такой всесоюзный, вернее, всероссийский профессиональный союз работников земли и леса, который назывался «Всеработы земли и леса». И вот там Анцелович и прочие. Да, как раз они все занимались организацией этой выставки. А Платонов на эту выставку приехал. Ну и каким-то образом, наверное, контакты уже произошли. А через год уже контакты эти будут более тесными. Платонов будет с ними переписываться. А потом в 1926 году станет с ними некоторое время работать. Дальше давайте. Ну вот это у меня напоминание о Горьке. Потому что Горьке был первым крупным писателем, который обратил внимание на книгу, на сборник Платоновым «Эпифанские шлюзы». Книга вышла. И Горьке получил, видимо, не один экземпляр. Потому что он написал, так я точно не считала, но приблизительно около 14 песен своим корреспондентам, знакомым, друзьям. Причем он не только им написал об этой книге, и буквально ее рекламировал, потому что рекомендовал обратить внимание на эту книгу, на ее автор, на заговору «Талантливый писатель». Но он еще и своим знакомым эту книгу посылал. И иногда эти посылки по каким-то причинам возвращались назад, поэтому он снова писал, снова говорил, что или далее идут адресы, или что-то не доходит. То есть он еще занимался и распространением этой книги. Почему? Ну не только этой. У него вообще была такая особенность, такая черта. Ему нравилось следить за молодой литературой. Ему нравилось своим друзьям, знакомым показать, что он знает новых молодых писателей, что он знаком с их творчеством. И поэтому, немножко забегая вперед, скажу, что вот эти письма, которые Горький написал в 1927 году, эти письма после выхода от сборника, эти письма впоследствии сыграли большую роль в посмертной судьбе наследия Платонова. Потому что, как вспоминал критик Федор Маркович Левин, первый сборник Платонова, который после смерти Платонова вышел в 1958 году, сборник его произведений. Его удалось опубликовать потому, что были к этому времени опубликованы, ну и часть находились в архиве, письма Горького с высокой оценкой творчества Платонова. Только это было одним из важнейших аргументов для издания книги. Потому что книга в 1958 году проходила с очень большим трудом. Ну, я хочу здесь немножко вспомнить Марию Александровну Платонова, с которой мне посчастливилось с 1975 года и до конца ее жизни встречаться, общаться, разговаривать. Ну, конечно, не очень много и не очень часто, но тем не менее, у нее была такая серия русских рассказов, которые она, я думаю, ну, многим она спроизводила, но тем не менее, она рассказывала о том, с каким трудом проходила первая книга Платонова после смерти, и что ей пришлось ходить куда-то, искать Фурцеву, встречаться с ней, ловить там где-то ее на лестнице и просить, чтобы все-таки поддержали издание этой книги. Ну, и Яхова это как-то тоже оказала влияние на то, что книга вышла и была издана. Это было большое событие, потому что после смерти Платонова в течение семи лет постоянно вдова, комиссия по литературному наследию Платонова пыталась издать какую-то книгу, и постоянно эти попытки, постоянно эти попытки не приводили к успеху, не нравились произведения Платонова, писатели рецензировали и сделали недовольный его языком и так далее. Можно лучше Ну, вот, да, у меня здесь, да, добрый вечер, есть у меня Труцкий, потому что Труцкий очень был, сыграл очень большую роль в судьбе советской литературы начала 20-х годов, и с Труцким тесно был связан Воронский, вот, сравнительно недавно мне посчастливилось в архиве Татьяны Ивановны Исаевой увидеть такое письмо, очень интересно, письмо, которое Воронский написал Ленину, а Ленин сверху, значит, наложил эволюцию, которую он отправил Воронского непосредственно контактировать с Труцким, то есть это момент, когда происходит сближение Воронского с Труцким, и они проводили вполне определенную политику в литературе, политика эта заключалась в том, что была создана архива писателей Круг, были объединены писатели, которых Труцкий назвал Покурчиков Революции, и стал издаваться журнал Красная Новь, в котором Воронский публиковал произведение Покурчиков, и было создано издательство Круг, где тоже выходили книги писателей-покурчиков, но в противовес писателям-покурчиков были созданы были созданы группы Московской Ассоциации Пролетарских Писателей, Российская Ассоциация Пролетарских Писателей, которые были направлены против покурчиков, их идея заключалась в том, что покурчики не имеют права работать писателями в советской литературе, а такими писателями могут быть только пролетарии, и желательно люди, состоящие партии, что литература главным образом должна проводить партийную идеологию, в этом ее главная задача, и поэтому они постоянно ссорились, они постоянно занимали агрессивную позицию по отношению прежде всего к Воронскому, и самый первый номер журнала на посту, который вышел в 23-м году, полностью был посвящен враждебным выпадам против Воронского, против покурчиков, и все это к Платону имели такое отношение, что Платонов написал рецензию, рецензию на новые литературные журналы, ну и в частности на первый номер журнала на посту, и выразил свое отношение к этой полемике и к Воронскому, и к и Краповцам в этой рецензии, которая была опубликована в начале 24-го года в журнале Октябрь и Масселет. Но я обнаружила, можно сказать, сделала некоторое новое наблюдение, обнаружила, что эта статья, эта рецензия 24-го года Платоновым была написана, как он нередко это делал, по конвер статьи Воронского. И поэтому Платонов обнаружил такую удивительную уведомленность в московской литературной жизни. В книге точно все указано, какая статья, это я заметила такую перекличку, потому что вызывало удивление содержание этой рецензии, почему такая большая рецензия, вот Дарья Сергеевна Московская по-моему, комментарии писала к этой рецензии. Во всяком случае, эту ситуацию. Эта ситуация известна исследователям Платоновым и связана отчасти с Трунским, с Воронским. Давайте дальше. Вот это литературная группа Перевалов. Нужно сказать, что вступая в контакт с Воронским, Латонов, конечно, познакомился и с участниками этой литературной группы. Но главным образом он, конечно, с ними познакомился после того, как он познакомился с Пельняком, потому что Пельняк поддерживал тесные контакты с этими писателями. Ну, вот здесь у меня внизу фотография Глеба Александровича Гленки, который одним из первых написал антологию Перевала, которая была опубликована в 54-м году в Нью-Йорке. И здесь вот некоторые участники группы Перевалов. Нужно сказать, что Платонов в состав литературной группы Перевалов никогда не входил. Он только посещал собрания этой группы. Ну, и даже Мария Александровна Платонова рассказывала мне, что Платонов ходил на эти собрания, но после того, как судьба Воронского сложилась так трагически, он старался скрывать свои контакты и с Воронским, и с Перевалом, и, может быть, и спасло тоже, чтобы он там не был. Ну, давайте дальше. Да, ну, вот это 27-ой год отмечается юбилей. Юбилей Жубного Красного Нова. Об этом юбилее тоже в книге идет речь. И когда отмечался этот юбилей, Латонов находился, он работал в Тамбове, но вот как раз вскоре после этого юбилея он вернулся в Москву и, конечно, в литературной среде обсуждался этот юбилей, и я думаю, что Латонов об этом знал. Ну, вот здесь внизу я поместила, нашла я этот шарж на Владимира Ермилова шарж кукры никсов. Ну, конечно, я специально такую некрасивую пародию, потому что, конечно, Ермилов сыграл трагическую роль в судьбе Платонова, хотя, конечно, там все было непросто и, скорее всего, Ермилов может быть, был в большей степени орудием чьих руках, но, тем не менее, некоторые из современников называли Ермилова неподсудимым убийцей Платона в Муилевских, в частности, первых словах. Ну, конечно, сложно до конца понять его линию поведения, но, во всяком случае, внешне это выглядело так, что он очень хотел перевоспитать Платона и сделать его таким полноценным, я не знаю, советским писателем. Да, можно дальше. Да, ну, вот, это фотография из музея Горького, Горький со Сталином, и здесь это относится у меня к судьбе Александра Константиновича Воронского, который был отстранен с должности главного редактора журнала Красно-Новь, и после того, как Труцкий был отправлен в ссылку, то и Воронского тоже отправили в ссылку, в ссылке в Липецке, и здесь вот документ, относящийся к его перемещениям, ссылку, ссылке, это новый документ, который раньше не печатался. Давайте посмотрим, что там. Хорошо. Да. Ну, это приезд Горького к Горьке в 1928 году, приехал в Советский Союз. К Платону это имело такое отношение, что Платонова пригласили на встречу с Горьким в 1928 году, по-моему, 9 июня, если я не ошибаюсь, и Платонов на эту встречу отказался идти, но я там объясняю, комментирую, почему он таким образом поступил. Давайте. Это документы. Да, давайте документы я не буду. Дальше. Дальше. Да. Ну, вот здесь я хочу обратить внимание на то, что одна из глав в моей книге посвящена отношениям Платонова с Сергеем Федоровичем Буданцевым. Сергей Федорович Буданцев по свидетельству общего их знакомого Эмилия Медлина был одним из близких друзей Платоновым. Медлина пишет о том, что они много общались и как раз совпало то, что когда был Платонов арестован его сын Платон, то вскоре был арестован и Сергей Федорович Буданцев, который находился в командировке в Рязани. Ну, вот из этой командировки его уже доставили в тюрьму, а потом он попал на Кулыну, где очень быстро он превратился в инвалид и умер от непосильного труда. Я хочу обратить внимание на то, что мне очень повезло найти книгу Александра Михайловича Бирюкова «Жизнь на краю судьбы», посвященная судьбам колоннских заключенных. Ну, вот Сергей Соловьев Севидова знает о Бирюкове. Бирюков сначала в «Магазанской газете», потом он издал книгу. Он получил возможность, конечно, с огромным трудом, добыл дела голубийских заключенных и благодаря этому своей книге он описал, опираясь на документы, что произошло с Буданцевым после того, как он попал на труд. Но обо всем об этом будет сказано в моей книге. Но я хочу сказать, что эту тему я уже продолжаю и продолжила и расширила по сравнению с тем, что у меня вошла в книгу и еще у меня дополнился материал, потому что я нашла свидетельство очевидцев о том, ну, как выглядела вот эта инвалидная командировка, куда попал Буданцев после того, как он стал инвалидом, как вообще, в каких условиях там люди жили, что это было такое, или вот описание и Бутырской тюрьмы, и... Вторая у нас какая была Тетяновая тюрьма? Гаганская. Нет, где они бывали? Бутырская и еще... А вот... Их переводили из одной в другую Лубянка. А вот это не может назваться Тетяновая тюрьма? Да, да, да. Матамская тюрьма. Нет. Ну, ладно. В общем, а... Лубянка. Да, Лубянка. Вот эти две тюрьмы, в которых был... находился Буданцев, они... У каждого заключенного была только своя судьба, кто где больше, кто меньше, как бы последовательности, но есть такие авторы, которые спустя много лет описали, как вообще все это происходило, как выглядело, как... Ну, с чем сталкивались заключенные, когда они туда попадали. Ну, дальше. Да, это шарж на Василия Казина, о котором я вам говорила. Ну, такой он в шуб, потому что у него была поэма «Лисия Шуба». Поэтому вот художники обыгрывают этот момент. Давайте дальше. Да, это членский билет в Лабе после возвращения из командировки в Туркмению был принят в Союз Советских Писателей. Вот это его членский билет в члены Союза Писателей. А здесь его тема это в архиве Григория Санникова сохранилась вот эта его записка о том, какую тему, как он определил тему, в которой он участвовал в коллективной книге для пятилетки. Дальше. Ну, документы мы не будем, письма. последняя пятая глава посвящена у меня взаимоотношениям Платонова и Бруслова. Вот я здесь подготовила один листочек. Я решила найти суждениям Платонова найти такое высказывание, которое больше всего, он, на мой взгляд, имеет отношение к сегодняшнему дню, которое, как мне кажется, и в сегодняшнем дне что-то объясняет. Вот Платонов говорит о том, что его преследуют, и говорит об отношении к нему политбюро. И говорит топорет. Политбюро. Роботы ему нужны, а не живые люди. Роботы, которые говорят и движутся при помощи электричества и думают при помощи электричества. Политбюро нажмет кнопочку и все 180 миллионов роботов в раз заговорят как секретарь айкона. Нажмет кнопочку и все 500 или сколько там есть писателей запишут в раз конкорбатого. Я думаю, что эти слова в какой-то степени отражают ту ситуацию, которую мы переживали сегодня. Ну, конечно, с поправкой на эпоху. На эпоху. И в 45-м году как раз в этом же документе, который я сейчас процитировала, осведомитель Водоносина-Платонова писал о том, что среди писателей Платонов выделял только одного Гроссмана, это был 45-й год, и говорил, что это скромный, порядочный человек. будет свидетельно. Когда мне посчастливилось разговаривать с Тамарой Григорьевной Зайцевой, которая была женой сына Платонова, Платона Андреевича Платонова, она, когда ее спросила, кто из писателей был ближе всего к Платонову, но в то время, когда она была членом семьи Платонова, она сказала, что это был Василий Кроссман. И в архиве семьи Гроссмана, дочери Гроссмана Екатерины Васильевны, я нашла письмо Марии Александровны, которое было адресовано Гроссману, где она, в то время Гроссман был председателем комиссии по литературному наследию Платонова, где она высказывала свое отношение к Гроссману, это письмо приведено в качестве иллюстрации. Что там дальше пролистаем? Да, вот Платон справа, сын Андрея Платонова, но нужно сказать, что общение с Тамарой Григорьевной открыло какие-то подробности, может быть, не очень известные того, как она рассказала, подробности судьбы Платона, сына Андрея Платонова. И вот как раз Тамара Григорьевна здесь слева и Платон на нижней фотографии и справа мама Тамары Григорьевны. Вот эту фотографию Тамара Григорьевна мне подарила, я ее впервые опубликовала сначала в газете, литературной газете, где было напечатано интервью с Тамарой Григорьевной, ну а потом это интервью было напечатано в журнале «Наше наследие». Ну и какие-то фрагменты из этого интервью помещены в моей книге. И что там у нас дальше? Все? Все. Все. Так, ну я думаю, что, наверное, достаточно одних этих иллюстраций. На этом я более-менее закончу свои такие отрывочные комментарии. Если у кого-то может быть возникнут вопросы, я отвечу. и может быть у кого-то из тех, кто прочитал, есть желание сказать несколько слов. Владимир Иванович, может быть, вы уже прочитали? Да, я уже прочитал. Может быть, скажете? Да. Да, Владимир Иванович Новиков, профессор МДУ в тафедре литературно-художественной критики и публицистики, где работала Галина Андреевна Белая, которая была... Я уже хорошо знаком с этой книгой и, так сказать, ее активный читатель. В последнее время я часто задумываюсь о том, для кого мы пишем. Вот один из собеседников, Платонова, хотя его отдельная глава цельная не отведена, но часто упоминается, Виктор Борисович-Шекловский говорил, так сформулировал позицию свою, пишут ведь для человека, а не для соседнего ученого. Ну, это полимическое дозрение, но многие книги пишутся для соседнего ученого вообще, и совершенно неизбежно существование таких книг, в которых вступают в коммуникацию узкие специалисты, и сейчас с развитием электронных книг может быть уже многие будут существовать главным образом в электронном виде, а вот эта книга, я посмотрел на нее еще и с такой практической точки зрения, с точки зрения вузовского профессора, вузовского преподавателя, у нас не так много книг, которые выстраивают историю литературы, ну, учебники все существующие по советской литературе, они давно устарели, и вот как писать историю, возникает вопрос, вот, и вот существуют книги, которые делаются настольными для предзнающего историю литературы после 17-го года, находятся все время в работе, и вот к ней Михаилову безусловно к таким принадлежит, потому что вот здесь найден счастливый алгоритм, вот, как-то вот в литературе, не особенно в западной странистике, предстают писатели советского периода такими какими-то одиночками в борьбе с государством левиафаном, так, то есть вот война, не случайно отмечать у меня мужскую терапию, войну было государство со всеми писателями они в рассыпную разбегались в одиночку, нет, это не совсем так, были плодотворные союзы на уровне двух личностей, вот, это вот как раз бинарность по-моему очень счастливая найдена, потому что позитивное электричество такое-то возникает между двумя творческими личностями, и здесь как-то по-новому высвечивается позиция Гойкова, потому что когда на него тотально смотрят, то значит это сплашной компромисс, а сколько при этом делало доброго Гойки просто в цепи, в порядке индивидуальных контактов с писателями. Очень, конечно, вот и взаимодействие Платонова и с такими скромными фигурами, как Сергей Гуданцев, и совершенно неожиданно, так сказать, казалось бы, Платонов и Василий Гроссман абсолютно не схожи в творческом отношении, да, а существует еще какое-то человеческое притяжение, и оно дает возможность людям как-то выстоять, сопротивляться. И вот у меня еще такое ощущение, при том, что Нина Михайловна добыла очень много новых фактов, здесь есть правильные кредения отбора. Читаешь книгу и видишь все факты, которые нужно знать тому, кто пишет о литературе советского периода, и тот, тому, кто эту литературу преподает. Так что я Нине Михайловне лично благодарен и думаю, что это чисто сделает очень важную коллегию. Спасибо. Спасибо, Владимир Иванович. Я тут увлеклась своими картинками, и я хочу предоставить слово, преди нас здесь присутствует Татьяна Ивановна Исаева, внучка Александра Константиновича Воронского, и она выпустила намного больше книг, чем те, которые сегодня она принесла сюда. Это книги, в которых идет речь о семье Александра Константиновича Воронского. Поскольку у меня глава посвящена Воронскому, то я решила предоставить Татьяне Ивановне невозможность сказать об этих книгах, показать их, потому что там содержится очень ценный материал, на который я ссылаю свои книги, цитирую, потому что это действительно очень ценные документы из Семейного Архива. Начнем с книги «Политические силуэты». В этой книге есть о Спиридоновой, Каринине, о Фронзе. Мой детс знал Фронзе еще по Владимирской тюрьме. Как известно, потом они вместе работали в Иваново и Звезенске. Есть статья о дневнике жены Махно. Этот дневник в свое время Фронзе передал моему деду. Монет «Ливеры» «Помни о жизни». Здесь опубликованы письма Ленину, письма Лилевича, фрагменты, письмо подпельскому. Я так очень быстро все меня принимают не за того, кто я есть. Это последние 10 лет жизни Лейбурдеда между двумя последними арестами 29-й и 30-й год. Очень много материалов метанолимов было, так что это совместный проект. Моя мама, когда мы вернулись на материк, собирала воспоминания о моем деде. Здесь воспоминания о дореволюционной работе, ссылке, была на Вознесенске, работа в Красной Луге и последние воспоминания это арест в 37-м году. Моя мама тоже писала, она была студенткой литературного института, должна была быть в первом выпуске, но в 37-м сначала забрали деда, потом ее, потом бабушку. Книга «Дорога в неизвестность» это ее коронские рассказы. Последние два года у мамы Рокиска учил кулиострит, писать она не могла, были сильные боли, была еще онкологическая операция, и чтобы как-то ее отвлечь, я записывала за ней рассказ, и часть рассказов написана под ее диктовку. Главная, по-моему, самая главная вещь, это книга Северия Абхарин. Это книга о девушке из дома на набережной, которая по воле судьбы оказалась на колыне. Это не автобиографический роман, кое-какие личности угадываются, но вот эту книгу я недавно переиздала в двух домах. Книга моего отца была не товарища судьбе. Отец тоже был студентом литературного института, но встретились моего родителя на колыне. Тут с самого начала арест в 1936 году, тюрьма, этап, колына. Мой отец был одним из первых реабилитированных на колыне. И в Магадане мою маму останавливали на улице, и его вызвали в Москву для пересмотра дела. Мою маму останавливали на улице и спрашивали, это жена Исаика. Это правда, что его вызвали на материк. А куда он писал, что он писал? Здесь есть воспоминания о Варламе Тихоновиче Шаламе, о его последних, первых и последних днях. Когда Варлам Тихонович понял, что он же сам не может себя обслужить, он попросил отца хлопотать, устроить его в дом престарелых. Отец выбрал наиболее приличных в тем временам дом престарелых, намещал его после каждого визита, потом пил корвалов и всякие остальные лекарства. Долгое прощение с Колымой. Это уже его записи материковские, но опять-таки Луна не пускает. Это тоже воспоминания и о Колыме, и комиссии по литературному наследию. Я не сплю в московской тишине, через час подъем на Колыме. Это письма моих друзей моих родителей. Здесь есть письма отца из Москвы, с материка, когда он хлопотал своей реабилитацией, реабилитацией деда, реабилитацией мамы. Есть письма Шаламова, письма Дегтярева, который работал с апатильником Вавиловым. Есть также письмо женщин одной из Риги. После реабилитации их целую группу рижских товарищей остановили партию, к столовой старых большевиков припили, пошли они в столовую и носом столкнулись со своим начальницей лагерей. Одна из них стала подустойки сменой и гаднула на все столовую. Здравия желаю гражданин начальника. Потом они пошли в райпул и, пожалуй, что она им портит аппетит. Саберман вызвали и попросили приходить в другую учебу. И «Колымское братство» это уже письма колымчан, адресованное мне. Здесь письма Орехова и Добровольская лавы Аркадия Добровольского, кинорежиссёра, вы знаете о нём все его теориториалисты. Письма Виктора Сербского, но его судьба очень трагическая. У мамы есть учат дети, о детях, которых заключённые матери привезли в полу. Добровольск, но не все могли бы родить дом прицел к матери. Виктор родился Витя Захарьян, и один из них Витя Захарьян. Он родился в Верхневрайском Холите Заветтере, потом всех послали на Колыбу, дальше приговорили к расстрелу. Он сидел в памяти с мертвенников с мамой, пришли за ней, он сцепился в мать, мы его прорвали в беде. Дальше следы его терялись. И многие считали, что он не вышел. Слишком впечатрительный был мальчик. Судьба меня привела в московскую историку-литературное общество возвращения. Мы готовили конференцию «Сопротивление в Булаге» и него на двух языках. Я участвовала в переводе этой книги на английский. Принесли мне мой вкус перевода. Вечером листаю вижу Виктор Сербский мои родители. Напрыгаюсь на фамилию Захарьян, начинаю читать, понимаю, что Витя Захарьян и Виктор Сербский одно и то же лицо. Захарьян у поматери. Потом на конференции я с ним встретилась, сказала, что я не того знала. Он говорит, что я ничего не помню. Я догадалась, в чем дело. Просто сработал защитный механизм и скидывал визит. Как человек по такому упоминать? В памяти позвонила знакомый психиатра. Что делать? Он сказал, пусть читает. Мы не можем решать человека и укушим. Он был инженер, он был инженером, поэтому создал огромную библиотеку в Братске, которая подальше к городу. Здесь же есть письма Александра Михайловича Горякова. Я ему написала письмо и получила воссозданный ответ, что читала не веря своим глазам, что нашлась все-таки ниточка. Он прошел поклонником творчества моего деда и пытался как-то на маму выйти, но ничего не не получалось. Тут же еще есть письма Таникарова Ивана Александровича. Он приехал на КВУ с материка. Никто не говорил о репрессировании был. Но он занялся судьбами репрессирования. Создал общество поэмер, поиск незаконно репрессирования, работал в газете «Северная правда». В магазине случились сильные в городе и там получились коммуникации. Иван Александрович вверх сантехник. Он отложил перо, взял гаечный ключ в поле с коммуникацией. За ликвидацию аварией он получил пробуемую сумму, сказал жене, что нужно будет купить однокомную квартиру, устроить музей. И уехал в комментировку в Магадан. Когда он вернулся, жена молча положила ключ. И еще хотелось сказать в одном писем сказать. В Чеченскую войну погибла Мадина Эльмонзайва, медсестра грозенской больницы. она спасала раненых, естественно не разбиралась. Чеченскую морскую или кто. Она подбиралась к раненому под обстрелом. Когда подбиралась, он был живет. Но к сожалению он был заменен. Сын Мадины был арестован по ложному обвинению в терроризме по токаме сознался и ему дали 17 лет. Я издала книгу большой книжечки «Дневник Мадины». Ее звали Мадины. Послала сына. у нас завязалась переписка о том о новогоднем поздравлении или новость и на конверте было написано, что он был. Спасибо. Спасибо, Кетяна Ивановна. Я хотела сказать, что во всех этих книгах речь идет о родителях Кетяны Ивановны Исаевой, о дочери Александра Константиновича Воронского Галине Александровне и ее мужем Иване Степанове Исаеве, которые сделали очень многое для реабилитации Воронского и возвращения его наследия, которое было утеряно, запущено. Они разыскивали его книги. Галина Александровна и Иван Степанович издавали сборники статей. То есть они вошли в историю литературы как люди, которые ну от которых зависела посмертная судьба наследия Ивановского. И Татьяна Ивановна продолжает в меру своих сил их дело и традиции. И я думаю, что заслуживает большую благодарность за свою работу. И я хотела, я думаю, что уже мы обо всем говорили. Если можно, как-то есть какие-то вопросы или кто-то хочет сказать что-нибудь несколько слов. да. Вопрос точно? Да. Скажите, пожалуйста, ваши книги нашли отражение отношения Платонова с Еленой Феликсом Мусидевичем, с Игорем Александровичем Сацем, с Владимиром Келлером, то есть группой литературного критика и литературного базара. Я хочу сказать, что у меня предыдущая книга, здесь вот она, я ее взяла на всех случаях, эта книга называется Андрей Платонов поэтика возвращения. Это собственно моя диссертация, которую я защитила в 92-м году, но опубликовать, ну то есть издать мне удалось только в 2005-м году. Здесь у меня специальная глава посвящена как раз отношением Платонова к журналу «Литературный критик», вот она называется «Диалог Платонова с критикой 30-х годов». Но в этой книге тоже я обращаюсь к этим моментам, есть у меня и Александра, и Елена Феликсовна, и Игорь Александрович Сац, но конечно они заслуживают того, чтобы более пристально смотреть историю отношений, творческие связи, но так вот фрагментарно конечно я об этом писала и пишу, так что есть. То есть фрагментарно? Ну да, вот здесь у меня есть именной указатель, там есть на каких страницах о каждом из тех которые говорили. А Сахал Александрович Левшицын, Георгом Гухачем? Ну вот все они присутствуют, но я говорю, что все они заслуживают конечно более подробного разговора. Спасибо. Спасибо вам за вопрос. Ну вообще это моя любимая тема, я старалась всегда их роль в судьбе Платонова показать насколько хватало у меня материала. Не вопрос. Да. Как вы частные может? Да. Как вы относитесь к фильму Сахалова «Одинокий голос человек» 87-го года? Да, я знаю этот фильм, я пыталась ну когда работала со студентами старалась им показывать фильмы, которые есть по произведениям Платонова, но этот фильм он сегодня мне кажется вызывает какие-то неоднозначные чувства, он сегодня кажется растянутым очень и мне кажется что у нас видимо меняется восприятие как-то может быть он был созвучен там в времени как-то вообще я люблю конечно творчество Сахалова но этот фильм скажу честно мне сложно я вообще не споросил как раз в 87-м годов Дом Витера рассматривал произведения первая 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 мне не понравилось ну через 5-10 минут я пошел вниз после подбора актеров мне понравилось почему-то внешность да, да, да я с вами согласна да и напротив да, мама я чуть-чуть разговаривался как раз это дочь Платона Мария ей тоже не понравилось она пришла в бюджет мы все чуть даже перевела да, она была такая строгая девушка да 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 а, Борис Сергеевна или кто-то еще нет, вы хотели что-то ну, я просто хотела одно слово сказать потому что книга конечно очень серьезная я просто придержу группе тоже собрать сечение Андрея Платонова который ведется в Институте Наровой литературы Михаила меня пригласила его я видела читала и я хочу сказать даже не о ее содержательном богатстве которое абсолютно не обходило Платона Реду историкам литературы но о том что, мне кажется очень целое в этой книге дело в том что, как ни странно времена концептуальных подходов в которых торжествовало в прошлые времена когда складывалось носом со стойчивого начала что не влиял на арапе о том как в борьбе или в драке утверждались в чьей-то точке зрения а остальные точки зрения становились просто невозможными или человек мог исчезнуть из литературы только потому что он не попал в нужную группу не спел на нужный голос вот мне кажется что эта книга ценност этой книги вот в какой-то степени вот такая внутренняя она преодолевает стереотипы которые существуют в отношении всех писателей и каждого писателя и позволяет действительно объемно увидеть ситуацию что мне кажется двигаться дальше с созданием какой-то новой истории русской литературы советского периода невозможно без вот этой предвзятости и этой какой-то все-таки внутренней партийности которая присутствует в нас и вот это желание на то что делает Платонов то есть способность его подняться над мелкими страстями вы вспомните как там в Челенгуре убитые подползали друг к другу белгвардейцы красноармейцы обнимали друг друга то есть вот это преодоление военных каких-то ценностей она абсолютно необходима и то что ну и тут же Горький сколько же о нем действительно Марина Альбина представляющая архив Горького и знающего не понаслышке все страсти которые вокруг Горького и другие фигуры но надо же на это посмотреть и с другой стороны и вот эту возможность Гена Михайловна нам предоставила но конечно надо сказать что нету более трудного жанра чем попытка выстроить какую-то нарративную историю там где такое обилие факторов такое обилие событий это вообще отдельная отдельная тема и потом Геннадий Михайлов сказал что три года ну конечно не три года все это позревало всю жизнь и собирание материала и поэтому это в общем на самом деле некий такой подвиг и я честно говоря не представляю себе как это могло быть сделано если откровенно потому что это трудно поэтому я очень рекомендую эту книгу всем я сама радостью и буду обладать спасибо Дарья Сергеевна Дарья Сергеевна Московская она в первую очередь конечно исследователь творчества Платонова и участник Платоновской группы собрали сочинений но Дарья Сергеевна Московская заместитель директора института мировой литературы заведующая отделом прописи института мировой литературы очень крупный исследователь я очень рада что она согласилась быть рецензентом моей книги очень благодарна за поддержку ну и наверное пора мне поблагодарить литературный музей Наталью Александровну Громову я очень люблю ее книги я всегда об этом говорю она замечательный исследователь литературы этого периода о многих писателях она очень очень интересно написала и о критике Тарасенко и о многих раковцах очень интересно и я думаю что ее книги интересны нужны полезны и она продолжает много работать новые издает книги поэтому я очень счастлива что есть возможность познакомиться с выставкой которую она устроила и очень рада что мне предоставлены возможности директором литературного музея ну и при содействии Натальи Александровны Громовой здесь представить свою книгу и особенно конечно я благодарна тем что наше время и пришли на эту презентацию потому что все знаем прекрасно что книга живет тогда когда у нее есть читатели а если читателей нет то и можно считать что нет и книги поэтому огромное вам спасибо за то что вы наше время собрались и спасибо 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 спасибо